Дорогие друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем YouTube-канале Рустем Бьюти. Меня зовут Рустем, а сегодня у меня в гостях прекрасная модель по имени Белочка. Она приходит тогда, когда тебе хорошо. Ну ладно, как тебя зовут, представься. Ну скажи, как тебя зовут. Катя, Катерина. Одноклассница моя, да? Да. Все верно. Итак, как вы думаете, у Кати сегодня прическа формата премия «Песня года Аллы Пугачевой» 1989 год. Все мы помним эту запись, даже если не помните. Я не помню, но я знаю, что она выглядела именно так же. Сегодня мы с Катюшей будем делать образ при помощи одного бренда. И сегодня у нас на обзоре косметика бренда «Бьюти Бомб». «Бьюти Бомб». Ну такой неплохой бренд. Ну, не знаю, пока плохой-неплохой. Давайте я вам расскажу, что у нас сегодня на обзоре. Это бюджетная косметика. Все, что вы любите. На фоне у нас звуки венчика. Родион мешает краску. Кстати, вы видели Родиона на моем YouTube-канале? Если хотите найти Родиона на моем YouTube-канале, ставьте класс этому видео и пишите в комментариях. «Хочу Родиона». Вот Катя хочет Родиона, но еще не написала комментарий, что она хочет Родиона. Что еще должны сделать мои подписчики перед тем, как мы перейдем к видео? Подписаться. Подписаться на этот YouTube-канал, если вы еще не подписаны. Поставить лайк, написать комментарий, поставить на колокольчик, чтобы мы с вами в дальнейшем вели активную социальную жизнь. Чтобы я зарабатывал миллионы, а вы смотрели мои обзоры. Ну, довольно-таки честно, да, я признался? Да. Я считаю, что всегда нужно быть честным перед подписчиками. Я вас люблю. Нет, я не могу сказать, что я деньги люблю больше, чем своих подписчиков. Одинаково. Мне важны и деньги, и подписчики. Ну что, я сегодня сходил в Magnit Cosmetics. Кстати, да, Beauty Bomb – это российский бренд декоративной косметики. Целевая аудитория у этого бренда – это школьницы, студентки, что-то такое. В принципе, упаковки нам об этом сразу. Они яркие, они точно не попадут в косметичку дамочки за 35, у которой свой бизнес. Ну, в общем, это немножко не то. Но это всё-таки ближе к Кате. Вот Катя – студентка, политеха. И вот, в принципе, это её уровень. Но это неплохо и нехорошо. Уровень. Так, давайте я вам расскажу. Мы сегодня будем не залезать на другие, на бренды, на территорию других брендов. Поэтому, первое, что я купил – это тон, который заявлен для борьбы с акне. То есть, вы понимаете, да? Аудитория детишек, которые хотят избавиться от акне, по заверениям этого бренда, могут купить этот тон и забыть, что такое акне. Маскирует причине совершенства, матирует в течение всего дня, а также препятствует возникновению акне. Как тебе такое заявление? Прекрасно. Прекрасно. Стоимость этих продуктов я укажу в описании к видео. Сегодня была скидка в Magnet Cosmetics, минус 20% на всю декоративку. Так что я, дорогие мои, попал прям в точку. Согласны? Да. Следующий продукт – это консилер. Тон у меня, кстати, в оттенке 02. Также я в этом же оттенке взял консилер. Вот такой вот прекрасный, прекрасный консилер. Что он нам дает? Жидкий консилер, liquid concealer, no troubles. То есть у тебя вот не будет никаких troubles. И это тоже второй оттенок. Едем дальше. Также у нас сегодня есть кремовые румяна от Beauty Bomb 3 в 1 в 01 оттенке. Я их взял уже давно, и если честно, мне они нравятся. Я ими прям активно пользуюсь. Хорошая текстура, очень хорошо смотрятся, наносятся на влажный тон. И вообще крутые румяна за свои деньги. Едем дальше. Подожди, не этого. Время не этого. Поняла? Следующая палетка для контурирования и для хайлайтинга. Это вот такая Contouring Queen. То есть ты отконтурируй себя и стань королевой этого вечера. Королевой своей вечеринки. Ну не знаю, какую вы там королевой собираетесь стать. Тут у нас получается контуринг такого среднего оттенка. В принципе, я думаю, он подойдет нашей светлой белочке. И также хайлайтер цвета шампань. Вот, видите? Давайте сделаем свотчи. Ну что ты? Что ты там свой телефон врубила? Вот. В принципе, хорошая пигментация у контура. Но я не знаю, будет ли он пришивить или нет. Как он будет наноситься. Посмотрим, девочки, посмотрим. Следующий продукт. Давайте расскажу о... Это матовая помада. Жидкая матовая помада. Фиолетового оттенка. Я хочу ее использовать в качестве базы для теней, чтобы выстраивать яркие смоки. Ну или не знаю, что у нас будет. Для создания... Это... Ну, вообще, жидкие кремовые помады, они служат подложками под пигменты. И если вы хотите насыщенные фиолетовые тени, вам необходима подложка. Без этого у вас все будет пришивить. И также я взял Beauty Bomb Lip Glass. Это блеск для губ с эффектом жидкого стекла. Но в составе также есть частички шины. И едем дальше. Также у меня тушь от Beauty Bomb. Вот такая вот черная. Вроде бы это удлиняющая и придающая объем. Чем-то похоже на Maybelline, но у нее вот такая вот кисточка, кисточка, кисточка. Не знаю, тоже будем сегодня смотреть. Также у меня есть карандаш автоматический для бровей от Beauty Bomb. Кстати, по цвету подойдет Кате. Есть еще вот такой карандаш черно-белый для глаз. Белый рисует плохо, откровенно. Черный не пробовал, сегодня будем пробовать. И также три карандаша для глаз, таких ярких неоновых оттенков. Точнее желтый, он не желтый, он от бежевого цвета для прорисовки слизистой. А эти два достаточно с хорошей пигментацией. Стоят они 150 рублей, поэтому мне кажется за этот ценник это прекрасный продукт. Да, Катя? Да. Коллаборацией с Геборгом, с визажистом была создана палетка. За 500 рублей ее можно достать. Это Beauty Bomb School. И, конечно, ее все ругают. Ее просто все неимоверно ругают. Вот все ругают за то, что ужасная тушевка, ужасная пигментация. Здесь мы проверим, да? И сейчас мы будем проверять, настолько ли там все плохо. Понимаете, да? Катюша у меня себя сегодня плохо ведет. Она ко мне опоздала на 20 минут. Знаете почему? Потому что у нас рядом с салоном роща. А у нее же прозвище Белочка. Она все время убегает по эту рощу искать орешки. Сначала я тонизирую кожу тоником и смываю все, что есть на ее лице. Ну, не знаю, она там по лесу бегала и вот это непонятно, что набрала. Так вот, тональная основа, в принципе, неплохо перекрывает недостатки. Мне пока что нравится, как она выглядит на лице. И за 303 рубля, знаете ли, почему бы нет? Да? Это в прошлый раз Катюшу шесейда я красила, а в этот раз нет. В этот раз Катюша бюджетная. Есть только одна небольшая проблема. Мне немножко не нравится, как он ведет себя с высыпаниями. И вот, например, у нас есть корочки. И он их не перекрывает. Он как бы их обходит стороной. В принципе, он выравнивает тон лица. Он скрывает какие-то мелкие недостатки. Но с корочками он почему-то решил не справляться. Ты же их замажешь? М? Ты же их замажешь? Я их замажу при помощи консилера. Надеюсь. Как это будет? Теперь я беру консилер от Beauty Boom. Мы его нанесем под глаза. Ну что? Не уходи. Не уходи. Моя любовь. Не очень жаль. Знаешь эту песню? Знаешь что? Я убезу тебя на скором минуте. Штука под глазами щипет. Штука под глазами щипет? Чуть-чуть, да. Ну, может быть, чуть-чуть, не страшно. Неприятное ощущение. Неприятное ощущение? Вот мне модель говорит, что что-то у нее там щипет. У меня же не будет на нее аллергия? Нет, аллергия не будет. Консилер также тушую при помощи Beauty Blender. У консилера уже более плотная плотность покрытия. Смотрим наверх. Синячок перекрывает хорошо. Ну, да, как вы видите, взгляд сразу стал свежее. Да? Угу. Сейчас мы посмотрим, как он справится с нашими высыпаниями. Ну, знаете, уже все не так плохо, но все-таки он подчеркивает все шелушения. Вот, к сожалению. Ну, посмотри в зеркало. Ну, да. Ну, уже все намного лучше, заметь. Ну, получше. Да, получше. То есть, возможно, я сейчас нанесу на эти места вторым слоем и будет получше. Давай прям точечно и дадим подсохнуть. К сожалению, у меня нет пудры, но так как лицо у нас матовое, финиш у тональной основы, мы немножко подождем. А, нет, мы нанесем кремовое румяна. Я их наношу уже не в первый раз. И на этом кремовые продукты у нас закончатся. Эти румяна мне нравятся, у них очень приятная текстура, они не плешивят, не снимают тон. То есть, вот, за румяна однозначная любовь и однозначно советую. Румяна отлично справляются с своей функцией. Что мне нравится этот оттенок, что он не ярко-розовый, он именно ближе к персику. Оттенок 0,1. Теперь мы будем скульптурировать лицо при помощи палетки Contouring Queen. Пожалуйста, посмотрите. Не знаю, как он себя сейчас поведет, потому что выглядит он таким ядрененьким. Ну да, я вот тут немножко он пятнит. Но, в принципе, растушевывается. Неплохо смотрится. К скульптору как бы тоже особо претензий нет. Все очень деликатно, все хорошо растушевывается. Не пятнит, что самое главное. Не пылит, как палетка от Evelyn. И, в принципе, со своей, скажем так, задачей справляется. Затемнели носик. И также я чуть-чуть нанесу кремового... Ой, не кремового... А сухого скульптора на ночь губную часть. Также я сейчас нанесу хайлайтер. Также при помощи маленькой кисточки. Любишь кисточки? На галочку губы. Чуть-чуть на переносицу, на кончик носа и чуть-чуть на спинку. Также мы нанесем. Хайлайтер, кстати... Кстати, я тоже не могу сказать, что он какой-то ужасный. В принципе, деликатно. Да, понятно, сейчас есть текстуры... Есть текстуры с более мелким шиммером. Но для, опять же, бюджетного хайлайтера, мне кажется, что... Почему бы нет? Пока у меня все продукты, ну, кроме, возможно, тона и консилера, я бы точно смог однозначно порекомендовать. Хотя консилер тоже хорош. Он со своей задачей справился тоже на отлично. То есть, в принципе, лицо выглядит красиво. Очень плавный переход контура. Все хорошо растушевалось. Тебе самой как? Нравится. Нравится? Давайте, наверное, сделаем бровки. Для этого я возьму карандаш от Beauty Bomb в оттенке 0.1. То есть, Катенька у меня блондиночка, поэтому я выбрал самый светлый оттенок. Брови у Кати находятся в состоянии отращивания, поэтому я не буду прорисовывать форму ей, потому что если у нее графичные брови, она становится похожа на киллера какого-то. Я просто, скажем так, щуточку. Карандаш я пока не понял, потому что, как я уже говорил, я больше люблю карандаши от Evian Sambo для бровей. И вот его текстура, мне кажется, идеальна. Этот же, мне кажется, немножко твердоват и суховат. И очень многие говорили, что там его очень мало. Ну что, у нас были какие-то траблы с бровями. Мы рисовали, рисовали. Ну, получилось неплохо, но карандаш как будто бы как-то пляшивит и не прокрашивает именно середину брови. Было очень трудно заполнить. Но, в принципе, мы с этим справились. Да, Катюш? Да. И мне кажется, на камере он реально немножко рыжий. Согласись? Да. То есть это 0,1 оттенок для блондинок, но почему-то он... Хотя в зеркало нет, а в камеру да. В камеру рыжий. Ну, возможно, из-за света. Ну что, давайте теперь перейдем к Heavy Metal. И беру жидкую кремовую, жидкую матовую помаду от Beauty Bomb. Закрываем глаза. Я не знаю, как она себя поведет в качестве теней, но давайте будем надеяться, что все у нас пройдет холосом. Потому что она у нас растушуется. И мы сможем построить форму. То есть я нанес на все подвижное веко, выстроив форму в качестве подложки для сухих теней. Вот такая вот у нас что-то... Мальвина. Мальвина. Тушевать нужно как можно быстрее. Иначе потом вы ничего не сделаете. Я беру палетку Beauty Bomb и беру самый фиолетовый оттенок, с которым у меня сейчас может быть куча проблем. Я ставлю такое цветовое пятно и начинаю его растушевывать. Вот с фиолетовым посветлее. Я стараюсь растушевать все в дымку. Не могу сказать, что у меня отлично получается это. Потому что все-таки есть небольшой переход. Но на камере в принципе выглядит неплохо. Единственное, я немножко высоко задрал тушевку. И мне хочется тут чуть-чуть под бровью снять пигменты. Если хочется яркого макияжа за адекватные деньги, мне кажется, что-нибудь тут можно и сделать. Вот опять же, не забываем, что эти тени стоят около 500 рублей. Поэтому в принципе, что мы получили? Ну да, мы наложили их на цветовую подложку. Кстати, тоже на бюджетную матовую помаду от Beauty Bomb. И в принципе, выглядит это все очень инстаграммно, очень фотогенично. Цвет плотный, что самое главное. Сейчас я попробую растушевать его светлым под бровь. Чтобы ввести в тушевку. Друзья, очень важная информация. Тени ложатся хорошо только на влажное веко. Точнее, на не засохшую помаду. Потому что со вторым глазом у меня возникли большие проблемы. Не было той цветопередачи. И мне приходилось сбрызгивать фиксатором кисточку и набирать влажной кистью пигмент. И только так у меня получилась такая же цвета отдача, как и на первом. На подвижное веко я нанесу сейчас какой-нибудь сияющий оттенок. А слизистую мы прокрасим карандашом пьянким. И тоже чуть-чуть оттушуем тенями. Я думаю... Да что ж такое. Я думаю, что мы возьмем вот этот вот оттеночек. Он сыпется. Посмотрите, он сыпется. Думаю, надо мне посыпаться. Тогда давайте возьмем вот этот. Возьмем вот этот оттенок. Закрываем глаза. В бесцветной базе такие чуть, скажем так, блестки на бесцветной базе. Вот. Я люблю вот, например, такие продукты у Наташи Деноны, потому что они перекрывают все, что только можно. А тут получается сама база глиттеров вот этих вот прозрачная. И они осыпаются. Я думаю, мы можем это им простить. Потому что, в принципе, выглядит неплохо. Конечно, наносить можно только при помощи пальчиков. Я сейчас постараюсь это все смахнуть. Да, и, в принципе, блестки эти смахиваются неплохо так. Внимательно и вдумчиво. Ведь роли раздают. Специальные обученные. Как вы думаете, какую нам сделать слизистую? Голубую или красную? Красную. Красную? Я не знаю. Лучше, да. Ну да, давайте... Оттенку голубая не хотят. Давайте нанесем. В принципе, цвет переносится отлично. Я чуть-чуть прокрашиваю межресничку. И сейчас оттушую карандаш. И постараюсь на карандаш чуть-чуть добавить фиолетового во внешний уголок. То есть я возьму вот, наверное, вот этот, смотри, нет? И чуть-чуть. Добавлю самого темного. То есть я не знаю в данном ценовом сегменте, чтобы еще вам дал такой цвет. То есть понятно, мы используем подложки, но эти все подложки тоже бюджетные. И они этого же бренда. Поэтому... Поэтому круто. Круто, что бренды стали делать, скажем так, продукты все-таки больше для творчества в бюджетном сегменте. То есть девочка, у которой в городе есть магнит косметикс, она может пойти купить эти палетки. И сделать что-то как профессиональный визажист. То есть, по-моему, когда Beauty Bomb выпустила эту коллаборацию, они, скажем так, сделали очень правильный ход маркетинговый. То есть, мне кажется, это дико популярно среди школьниц. Дико популярно среди девочек, которые любят яркие образы, яркие макияжи. Поэтому я не понимаю вот этой вот желчности в сторону этого бренда и блогера, который это сделал. Потому что... Ну, вы попробуйте сделать так же. Я уверен, что ценник у вас будет совершенно другой. Я сначала возьму консилер. Нанесу консилер в уголок глаза. И бочонка... То есть, я нанес консилер. И на этот консилер я буду накладывать вот эти вот сияющие... В ту сторону. Даже такой появляется эффект... Влажных. Ой, правда, все очень красиво, Лимон. То есть, мне пока прям все нравится. Так, я сейчас буду красить глаза при помощи туши от Бьюти Бомб. Посмотрим, на что она способна. Посмотрим? Да. Я все-таки очень сильно привык к Кабаре. И она... У нее щеточка меньше. Но, в принципе, это тоже неплохо. Смотрим в ту сторону. Ну, тушь тоже неплохая. Я ее нанесу в два слоя. Вивьен Цабо мне нравится больше. Не буду лукавить Кабаре. Нижние прокрашивать, в принципе, удобно. Но если бы щеточка была меньше, было бы еще удобнее. Я все-таки... У меня есть одна претензия к туши. Я бы сделал чуть меньше щеточку. Давайте быстренько сделаем губы. На губах у нас будет блеск. И я думаю, все-таки в середину нанести помаду. Опять же, берем вот эту вот помаду. Вот эту вот. Открываем. И я как бы... И так оставляю. И так оставляю. И я... И сверху я нанесу гель. Вот, бьюти-бомб. Ну, давай. Вау. Или такого тоже. Полюбуйтесь напоследок. Вот такой вот у нас получился макияж при помощи продукции бренда Бьюти Бомб. Как мне кажется. Мы, кстати, не проверили с вами еще карандаш. Но, к сожалению, у меня не хватает времени. Красиво. Давай фоткаться. Говори всем пока-пока. Пока-пока. Я отмечу Катю. Сможете зайти к ней в инсту. Почему ты меня не хочешь ловить? Ну, что, дорогие. Я уже успел протестировать эту косметику и на себе. Я нанес тон, консилер, скульптор, бронзер, хайлайтер. В слизистую я нанес синий карандаш. Скажу, выглядит достаточно пристойно и в качестве подложки под тени. Я думаю, тоже он подойдет. Также нанес кремовый румяна. И что еще? Да, вроде бы все. И на губах блеск. Давайте мы с вами быстренько пройдемся по стоимости этих продуктов. Смотрите. Палетка для контуринга стоит 287 рублей. Карандаш для бровей 223. Тональный крем 303. Тушь для ресниц 264. Что еще у меня тут есть? Ты-ты-ты-ты. Блеск для губ 223. Жидкий консилер 239. Палетка теней 455. Помада матовая 280. И все. Также у меня еще были... Также у меня еще был от Beauty Bomb кремовый румяна. Они стоят в районе 300 рублей. Итак, мои общие впечатления о бренде. Я всегда, когда тестирую бюджетный бренд, я всегда это помню. И даю некую скидку на какие-то моменты. И я прощаю бюджетному бренду то, что я бы не простил люксу. Скажем так. По поводу тональной основы. Мне она... Мне показалось, что она недостаточно кроющая. И очень странно себя ведет с моментами... Ну вот у меня, к примеру, тут вот два прыщичка. Уже такие пост-акне. И он очень как-то их немножко подчеркнул. Но при этом основной тон выглядит довольно-таки неплохо. Единственное, что он западает в морщинки. И видны вот изломы от моей, так скажем, активной мимики. Я могу посоветовать тем, у кого идеальная кожа. Кому нужно такое едва заметное матовое покрытие. Кстати, да, лицо у меня не припудренное. И на модели я тоже не использовал. Так что тон неплохой. За свои деньги неплохой. Как дела обстоят с консилером? Консилер под глаза подходит отлично. Но он не маскирует прыщички. То есть он слишком легкий и не для этого. Карандаши для глаз. Мне они нравятся. Вот они стоят по 150 рублей. Давайте я покажу свотча. И они действительно ложатся круто в слизистую. Хорошо оттушевываются. И в принципе все с ними прекрасно. Так что карандаши, мне кажется, они не хуже, чем у ламель. Вот такой вот у нас российский триколор получился. Ну то есть карандаши мягкие, в меру плотные. Наносятся на слизистую. Можно нанести на веко для простроения формы и так далее и тому подобное. Карандаши рекомендую. Особенно если ищете вариант какой-то побюджетнее. Карандаш для бровей. От Beauty Bomb. Vivienne Sabo лучше. Этот немножко непонятно мне его консистенция. Не такая удобная щеточка. В принципе, такой обычный средненький карандаш. Вот что я вам скажу. И еще почему-то он вроде как холодный. А вроде как отдает каким-то таким коричнево-рыжим. Именно на камере. И немножко в жизни. Следующая. Блеск для губ. Мне понравился. У него такая очень интересная силиконовая, из плотного силикона лопатка. Можете посмотреть. И в принципе, он довольно-таки красиво выглядит на губах. Вот я еще сейчас нанесу. Да, блеск для губ я тоже с уверенностью могу посоветовать. Жидкая матовая помада. Это, что я вам могу о ней сказать, в качестве подложек для теней отлично. И на губах тоже ведет себя в принципе отлично. Поэтому матовая помада жидкая мне очень понравилась. Самое главное, наверное, это палетка теней. И к ней, конечно же, нельзя было создать за 500 рублей идеальный продукт. Понятно, тут есть к чему придраться. Тут нужна особая схема построения формы глаза. То есть, я считаю, что лучше наносить эту палетку, эти тени на матовую помаду. И тогда у вас все будет круто. Единственное, единственный минус, который не спасет матовая помада, это то, что этот рефил сыпется. Он сыпется. И когда наносится, наносится неоднородно. И пигментации в нем, ну вот, видите, да, он слишком сухой. Все остальные оттенки, в принципе, мне понравились. Все для создания фиолетовых, лавандовых, розовых макияжей. Да, почему нет? Особенно за этот бюджет. Кремовые румяна, как я уже говорил, я их очень люблю. И вообще мне... И вообще я их фанат. Вот. Красивый персиковый оттенок. Тушуются просто замечательно. Не плешивят. Поэтому кремовый румяна мне однозначно нравится. И в общем впечатление о бренде тушь. Тушь хорошая, но мне немножко не понравилась кисточка. Точнее, приноровиться можно, но я больше люблю кисточки не такие объемные. Потому что ими вы рискуете задеть слизистую, задеть не слизистую, а века. Про двойной карандаш. Если честно, я его сегодня не тестировал. Я тестировал белую сторону. Белая сторона с каким-то перламутром, который мне особо не зашел. Вот. То есть он какой-то неплотный по цвету. А черный довольно-таки неплохой. Тушуется хорошо. Так что я думаю, что для построения формы и в дальнейшем растушевать его черным тоже будет неплохой продукт. Как-нибудь попробую. Обязательно расскажу вам уже об этом в инстаграме. Так что первое знакомство с бьюти-бомбом у меня оставило после себя положительные эмоции. Я могу порекомендовать часть продуктов. И я считаю, что Геворг и бьюти-бомб молодцы, что сделали такие яркие продукты для доступных, скажем так, сделали яркие продукты по доступным ценам. Вот что я хотел сказать. Так что всем большое спасибо за то, что уделили время и посмотрели мое видео. Мне это очень приятно. Подписываемся на мой канал, как я уже говорил. Ставим лайки, колокольчики, пишем комментарии. Мне было очень с вами приятно провести это время. А я побежал собираться домой обрабатывать это видео. И завтра я уже выезжаю в Сочи на неделю моды. Буду вам рассказывать, что там и как. Ну что, всех люблю. Мои котятки вкусные. Пока-пока.